Журналисты, добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы очень рады приветствовать вас в честь начала, завершающего, финального, третьего тура 12-го конкурса молодых и педагогов, члены образцов. Сейчас мы встречаемся с членами жюри, которые все эти дни прошли напряженную работу по отслушиванию всех наших конкурсантов. И сейчас они поделятся впечатлениями. Я думаю, что сначала я слово предоставлю директору конкурс, который скажет какие-то подлинные слова Натальи, и тогда я решу. Конкурс 13 по счету, как известно, цифра 13 во всем мире считается не самой счастливой. И мы знаем, что во многих странах нет 12-х этажей, нет 12-х улиц, после 12-го сразу 14 идет. Но никогда и у Ильи Васильевны не было таких предубеждений. И мы посчитали, что цифра 13 ничем не хуже всех других. И вы знаете, конкурс подходит к своему логическому завершению. Нам остается услышать только 15 лучших, 15 финалистов, тех, кого международное жюри отобрало для участия в финале. И он сложился как раз необыкновенно хорошо. Вот 13-й конкурс, пока он проходит фактически без сучка и без задорья. Я должна отдельные слова благодарности сказать. Я буду об этом говорить еще со сцене на церемонии. Потому что какая-то необыкновенно дружелюбная и очень творческая атмосфера царит в жюри. Я не могу сказать, что у нас единомыслие. Но голосуют все очень высокопрофессионально, оценивают. Оценивают целый комплекс у каждого певца. Не только голос, но знание языка, знание и умение владеть целями исполнения музыки разных иков, разных композиторов, на разных иностранных языках и русской музыки. Это оценивать камерный раздел конкурса и оперный раздел конкурса. Оценивать в том числе и сценическую составляющую. Потому что для певца, выходящего на сцену, очень важно его и сценический образ. Насколько здесь в жюри сидят великие певцы с огромной карьерой. У нас не хватает еще Ольги Владимировны, Городиной. Должен подъехать еще Сергей Лиферкус, где-то на подходе Лариса Георгева. У нас в жюри педагоги, музыканты и оперные менеджеры. Поэтому я думаю, что такие люди, как правило, не ошибаются. И думаю, что тех людей, которых они особым образом выделили, допустив их до участия в финале, думаю, что их ждет большое будущее. Хотя не исключено, что у кого-то что-то не сложилось в первом туре, во втором туре. Чего-то они не добрали. Очень сильный был состав участников. Но о том, насколько был сильный состав, следует то, что вот такое профессиональное жюри не смогло выделить только 40 человек. Допустили это участие в авторитуре 49. Потому что очень ровные и значимые ребята приехали, знаете, подготовленные, с прекрасными голосами. И Елена Васильевна Простова всегда, всегда, когда выбирали, она всегда говорила, давайте в пользу певцов, молодых ребят. И мне нравится, что вот это жюри тоже себе позволило. Знаете ведь, им легче было бы оставить 40 и послушать потом во втором туре только 40 человек. Но пропустили 49, дали шанс лишним 9 ребятам. Я вам должна сказать, что из этих вот, кому дали шанс, многие попали в финал. То есть, может быть, что-то у них чуть похуже было, но они доказали на втором туре, что они способны побеждать. И вот это умение идти к победе, я надеюсь, что и сегодня удача будет с ними. Я всем участникам третьего тура желаю, желаю стать лауреатом, хотя это невозможно. Все-таки выберут троих или четверых. У нас есть град-при, у нас есть первая, вторая, третья, три и специальные кризы. Ну а теперь пусть говорит жюри, конечно.